собираем двигатель chevrolet cruz все помыли отмыли закрепили на стойку переворотная которая ничего нас тут выработки нету все хорошо поршневую оставляем старую это у нас тот двигатель на котором обломила вал я только в роликах своих показывал вот это милость эта штучка и купили новый коленвал сейчас будем проверять его я вадим ставьте палец вверх если вам нравится и подписывайтесь поехали так проверяем на наличие повреждений ничего нету все ништяк посмотрел вот это целая с трещинки нету и сейчас надо продуть все каналы последним нету так и прежде чем его вкладывать в блок надо надеть на шатун вкладыши и поставить и каждый проверить на своей шейке так вот вставили вкладыши маслица мазанули шатун и нижней тоже и сам поленвал тоже смотрим также где у нас перед и и и и так и теперь ставим на край и чтобы у нас надо чтобы он ровно крутился нигде не закусывала и чтобы не было лифточка все ништяк все и так все остальные надо проверить и забыл сказать что шатун и нижник ставится замок замку так теперь нам надо прикрутить шестерню с которой считывает датчик коленвала она стоит сзади здесь вода так мы и неправильно не поставишь она все в одном положении ставится и болтики надо посадить на фиксатор резьбы так вот вложили вкладыши смазали их и на третьем стоит вкладыш уже с такими полукольцами он такой п-образный вкладыш смазали вал тоже и теперь закрываем ставим нижники тоже смазываем их ну 3 ясно что с этими стоит ставится замок замку остальные все по номерам все затянули все и все вал крутится руками все легонечко крутится нигде ничего не подкусывает теперь снимаем задний бугель с блока чтобы вот здесь вот он надо на герметик посадить и вот здесь вот надо черт что-то вставлять вообще я думаю что здесь резинка какая должна быть здесь ничего нету сейчас оденем сальник сюда и здесь герметиком намажем так осталось зарядить поршневую самое тяжелое взяли кольца берем одно кольцо и надо сейчас померить его в цилиндре так сейчас перевернем и так вот засовываем поршнем выравниваем и вот у нас зазорчик какой нормально я думаю даже щупал не надо будет проверять все ништяк надеваем на поршень кольца вот эту распорную ставим ставим его здесь вот чтобы она была напротив пальца и маслосъемные кольца вот так вот согидаем их вот в какую сторону гнутся значит вот этой стороной вниз надо ставить ставим здесь вот замок этот нижнее кольцо и это также вот согидаем и вот в эту сторону гнется даже можно попробовать другую сторону другую гнется и замок ставим напротив замка вот так вот чтобы второе кольцо ставим меткой вверх вот буковка т вот так вот ставим придерживаем и вот так вот вставляем чтобы не поломать кольцо ну и верхнее оно стальное тоже также меткой кверху все теперь разводим кольца вот нижнее кольцо вот она разрыв маслосъемные имею виду второе маслосъемные вот разрыв значит делаем напротив второе кольцо и компрессионное первое кольцо на эту сторону не надо там никакие 120 градусов я всегда так ставлю все нормально все еще будем вставлять так выставили коленвал чтобы шейка была внизу по блоку 1 4 уже будем вставлять 1 смазали коленвал тоже здесь вкладыш помазали поршень весь по измазали в пальцы туда везде где можно все тоже поналили кольца тоже все помазали и можем теперь цилиндр все смотрим точку вперед ставим опять проверяем разводку колец вот 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Все, и перекручиваем там шатон. Все, и все остальные так же одеваем. Так, все зарядили поршневую. И опять же проверяем, прокручиваем. Чтобы все ровненько крутилось, ничего не закусывало. Так, и сейчас ставим лобовину, насос и закрываем поддон. Я уже не буду все это показывать, тут уже все легко делается. Подгоняем шестерню под коленвал вот этими вот местами. И все заливаем сюда вот маслица, прокручиваем, смазываем, потому что мы солярки мыли, чтобы потом легко закачалось. И закроем поддон. Вот выставили двигатель кверху, собрали лобовину, поставили насос, поддон закрыли и поставили кверху цилиндром. Будем ставить сейчас головку. Головку у нас после ремонта. Меняли клапана, направляющие. Кому интересно, у меня на канале есть. Все, сейчас ставим головку. Все, померили головку, что ничего не мешает, вот эти крепления. Потому что выставил блок я без головки. Все, ничего не мешает нигде. Перед этим я выдул все, продул каналы все резьбовые. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь смазываем резьбу маслицем и шайбу. Так, все подтянули маленько. И теперь затягиваем середины. Крест-накрест. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Да, и забыл сказать, что перед установкой головки нужно поршня все опустить вниз. Ну, на середине, чтобы они были. Чтобы ни один верхней мертвой точки не был. Потому что мы здесь не выставляли ничего, чтобы не загнулись у нас клапана. Так, теперь собираем перед. Прежде чем ставить вот эту пластмассовую защиту, нам нужно поставить помпу. Помпу ставить будем новую. И вообще рекомендуется при замене ремня ставить новую помпу. Вот такая помпа. Кольцо резиного обязательно новое ставить. Не надо здесь ничего и мазать, никаким герметиком. Потому что здесь помпой натягивается ремень. Не натягивается, а выставляется ремень. Помпу ставить правильно. Вот это отверстие, это сливное. Когда помпа побежит, отсюда побежит. А вот это отверстие тут для смазки, наверное. Для чего? Короче, на прошлой помпе. Где она у меня? Вот она. Вот на старой помпе. Вот побежал антифриз. А здесь полезла смазка. Вот в таком состоянии помпа от красного антифриза. Поэтому ставим вот этим вот сливным отверстием вниз. Ну и вообще тут ее неправильно не поставишь. Вот эти вот вырезы, вот они. Здесь вот радиус этот вот поменьше сделан. И вот этот вот болтик, он как-то смещен в эту сторону. Вовнутрь. Поэтому по-другому не поставишь. Вот так вот. Теперь ставим саму защиту. В защите вот отверстия есть вот эти вот. Потом затягивать помпу. И ставим ролики. Вот этот ролик, это регулировочный. У него вот они метки. Так, и второй ролик, это обводной ролик. Вот такой вот. Ставится вот сюда вот. Теперь составляем шестерню. Шестерню купили новую, вот эту. Потому что, не знаю почему, старую обломила коленвал. И вот теперь вот эти шестерни. Так, а прежде чем вот эти шестерни поставить, нужно поставить датчик. Вот так вот. Ну и шестерня вот с таким выступом, или как он называется. Короче, вот для считывания датчика вот этого. Это правая шестерня. А просто ровная, без ничего, это левая. Так, выставили метки здесь. Друг напротив друга. И вот эта вот метка, вот, чтобы она была вот на этом бугеле. На выступе. Чтобы она была напротив головки. Наравне с головкой. И на коленвалову, на шестерню вниз метка. Там тоже есть, если быть. Потом покажу. Оденем ремень. Одеваем ремень. Если нету никаких стрелок, ничего, значит, одеваем ремень, чтобы буквы читались по ходу движения. Это вот так вот. Так вот так вот подтянули, чтобы здесь было натянута, здесь натянута. И теперь помпой проворачиваем помпу, чтобы у нас здесь натянулся ремень. Так, тут нужен специальный ключик. У меня вот такой ключ. На мостах затягивать гайки. Ну, как раз подходит. Теперь вот здесь вот отверстие есть. За нее прокручиваем. Как показать. Вот оно, это отверстие. Прокручиваем, чтобы метки выставить. Вот так вот. И прокручиваем помпу. Сделаем пока чуть-чуть побольше. Потому что ремень еще не сильно ровно, криво стоит. Сейчас подтянем помпу. Так, проверяем метки, чтобы совпали у нас. Вот на шкивах. И на коленвалу. Вот она меточка. И здесь у нас. Чуть-чуть побольше я сделал пока. Потом ослабим. И теперь нужно нам прокрутить за коленвал 2-3 оборота. Так, вот прокрутили. Не знаю, сколько оборотов не считал. Опять выставляем нижнюю пометки. Чуть-чуть переехали. И верхнюю. Все совпадает. И вот это вот, чтобы у нас была на уровне. С этой стороны нету. Все. И смотрим, как у нас стоят здесь меточки. Также чуть-чуть побольше. Сейчас ослабим помпу. И чуть-чуть назад вернем ее. Выставим на натяжителе метки. Ну вот ослабили помпу. Крутанули чуть назад. И все у нас стоит все ровно по меточкам. Все. И здесь у нас метки вниз. И здесь против друга вот они стоят. Это у нас вот опять же так же. Так, и теперь зальем масло. Сейчас двигатель сюда. И будем крутить до тех пор, пока у нас с коровым сил масло не польется. Заполним систему сейчас с маслом. Чтобы потом при запуске у нас сразу было давление. Чтобы без масла у нас двигатель не крутился. все уже здесь вот пошло. и все уже начинается. все везде масло пошло все хорошо теперь можно закрываем крышку ставим все навесное и будем вставлять двигатель так сели мы с этой со стойки двигатель прикручиваем маховик маховик ставится только в одном положении дырки совпадают пол ты обязательно надо смазать герметиком потому что через резьба сквозная туда в коленвал но во внутрь с них будет масло бежать поэтому надо обязательно смазывать сейчас я прикручу теперь ставим сцепление вот этой стороной ставим внутрь сцепления ровной стороной туда в маховик так и здесь у меня нету направляющего такого здесь и посмотрел ровно идет по самой корзине это во первых во вторых здесь вот он вставляется вовнутрь и чуть чуть шевелится так что вы ставим сейчас так на глаз устанавливаем двигатель вот так вот и Продолжение следует... Вот все на месте, наживили, все, сейчас прикручиваем провода все, накидываем и будем запускать. Так, ну вот, все, собрали, подцепили все провода, патрубки, шланги, антифриз залили, масло, и будем пробовать сейчас заводить. Завожу первый раз, не пробовал до этого. Продолжение следует... 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 Все?